Всем снова доброго времени суток, говорит и показывает Ернам, с вами снова я, мистер Синистер, и мы продолжаем проходить первого Ведьмака. Ну что ж, наконец-то настала пора нам приступить к основным квестам во второй главе. Вот, которых у нас набралось уже, по-моему, великое множество. Давайте с вами глянем, ради интереса, просто я туда не заглядывал с того самого момента, как вышел из темницы. Так, а тут у нас их правда до хрена пройдемся по всем. Так, в общем, безопасная пристань. Я должен подойти к дамбе и получить задание купца Леу Вардена. Я надеюсь, вы помните, кто такой Леу Варден. Он это тот самый купец из Днидгарда, который еще в предместьях просил нас позаботиться об останках его погибшего товарища. Так, Ведьмачи секреты. Я должен пойти к частному сыщику. Это у нас основополагающий квест. Он тут даже, видите, помечен как основное задание, а вот Леу Варден дополнительно делает. Так, Мазимский Собакомов. Игра в кости, контракт на Альгулии, на Волков, на Лунов и Эхинопсов. Это все у нас из разделов второстепенных квестов. Крыса. Вот. А это у нас задание от Кирпича. Тоже из разряда дополнительных. Кулачный бой мы уже с вами завершили конкретно здесь, в Храмовом квартале. Нам больше бить здесь за деньги некого. Память клинкам. Надо отправиться к Талеру и расспросить его о Серебряном Мече. Так, нужно поговорить с краснолюдом Вивальди, так как он подозреваемый. Самое интересное то, что подозреваемых, по идее, должен назначать тот самый детектив, к которому мы сегодня с вами направимся. Но вот в список подозреваемых нам его уже закинули. Так. Подозреваемый Винсент Мейс. Возможно, стоит проверить, что происходит по ночам в смазких помещениях в трущобах. Это вот, кстати, недалеко отсюда. Прям за умом. Покер с костями мы будем обыгрывать с вами потом. И... Так. Я должен поговорить с пасманцем человека, который борется с Самомандр. Я наеду его вечером, наверное, подкуматым мишкой. Ну, как бы не совсем корректное задание, но ладно. Так. Секреты Берингара. Я думаю, поговорить со скупчиком Трангиного, которого нашли меч Ведьмака. Курпу. Так. И сомнительный... Так. И сомнительное дело. Пакет для Харина Пропан. Придельное дело. Пакет для Харина Пропан. Придется развязать южный язык. Чисто ради интереса. Да. Это мне явно сюда. Но, как я уже сказал, сегодня мы с вами пойдем по основной ветке. А у нас такое задание только одно. Пока что. Ведьмачи секреты. Поэтому давайте как частному сыщику. Это нам придется ворачиваться вот сюда. Здесь мы вышли из канализации, а нам сюда в дом детектива Реймонда. Ладно. Не будем тянуть. Вообще, на самом деле, эта глава очень насыщена событиями. Все самое интересное. Эта глава очень насыщена событиями. Все самое интересное. Тоже, так сказать, на сцену выползут политические интриги. Черт, какой уродец. Так. Девушка по имени Кармен, но мы с ней потом поговорим. Шокус осуществляй мне. Так. Потопали пока еще утро раннее. В гости к детективу Реймонду. Не к добру это. Честно говоря, в Изиме я чувствую себя как-то поуютнее, что ли, нежели в предместе. В предместе это такое было затухающее, загнивающее место, где не просто тоска, но и такая зловещая аура даже днем. Такое ощущение, как будто это место вот-вот вымрет. Но тамошние люди были сами в этом виноваты. Ладно, вот мы и пришли. Вывеска. Реймонд Марвел, сыщик. Очень скромная вывеска. Давайте навестим господина детектива. Да, вот он, кстати. Что-то стоит и пырится в окно. Так, ну пока суть до дема мы у него тут немножко похозяйничаем. Так, вон, книга. Так, путеводитель ПВ Зиме, сушеные фрукты, которые почему-то похожи на бублик, и кайдвенский стаут, темное пиво из кайдвена. Так, ну давайте книгу почитаем, раз уж мы ее взяли. Так, путеводитель ПВ Зиме Марко Кноп, блин, мои фамилии. Подобно большинству человеческих городов, Зима построена на фундаментах эльфийского города. Столетиями столица королей Этимерии росла. И сейчас она состоит из трех больших кварталов порта и обширного предместья. В храмовом квартале сразу же бросается в глаза монументальная обитель ордена Плывающей Розы. Нельзя также не заметить лечебницу Лебеды, знаменитую своими чудесными исцелениями. Восхищаясь этими местами, избегайте квартала нелюдей, ставшим по кварталам бедноты и отбросов общества. Большую часть нелюдей переселили в Старую Визиму, но превратившуюся в гетто, закрытая для посторонних. В последнее время бурно развивается купеческий квартал, в котором живут богатые купцы, где находятся представительства торговых и политических учреждений, а также банк и ратуша. Во время пребывания в купеческом квартале Визимы обязательно посетите знаменитый рынок. Там можно купить все товары мира. Ну, насчет информативности этого путеводителя я бы, конечно, поспорил немножко, потому что, говоря конкретно про квартал нелюдей, как бы кто потворствует, так сказать, распространению этой самой нищеты, и кто на самом деле занимается, так сказать, расцевой сегрегацией. Сами же правители. И они еще жалуются, что нелюди якшаются с беднотой, или сами ей становятся, объединяются в какие-то группы, а для них были вынуждены устроить гетто. Но так зачем относиться к ним, как к отбросам? Нелюди такие же обитатели этого мира, как и люди, по сути. И то, что они отличаются от людей, это еще не повод их за это ненавидеть. Но это, конечно, по логике так, но логике и здравому смыслу следуют далеко не все и не всегда. Ладно, едем дальше. Так, козье молоко. Напитки, знаете, я больше их принципиально брать не буду. Так. Хавчик еще буду, потому что он как-никак все-таки может и здоровье восполнять. Так. Кремень. Можно брать. Так, здесь у нас кортик, но надо же ему как-то защищаться. Еще один кортик, и в баке он лежит. И еще кремень. Ну, надо сказать, что живет он не особо богато. Наверное, клиентуры Нема. Хотя, карта и объявления о розыске, если это оно, конечно. Ну, по роду службы, видимо, ему помогают такие вещи. Ладно. Так. Детектив присел покушать. И покушать у него только рыба. Я надеюсь, хотя бы сваренная. Потому что на жареную не тянет. И чисто внешне. Ну-ну. И кто у нас тут? Я Геральт из Ривии. Воин, равных которому нет. Легенды опережают тебя. Чем я могу помочь? Мне нужна информация. Я пришел по правильному адресу. Хороший вопрос. Раньше я работал на адвоката в Кадринге Рэй Фэнна. Доволен? Эти имена мне ничего не говорят. Но будем считать это за рекомендацию. Ты профессионал. Ты должен понимать, что у информации есть своя цена. Я заплачу. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Ну, он совершенно верно обозначил свою позицию. То, что за бесплатно он работать не собирается. Вот. Однако сразу хочу сказать про имена Кадрингер и Фэн. Это имена двух юристов, которые, скажем так, погибли уже достаточно давно. Эти имена встречались на протяжении книжной саги. И Геральт обращался к Кадрингеру и Фэну за помощью в поисках Цири. Хотя нет, подождите. Несколько в поисках Цири, сколько в... В возможных попытках как-то сбить со следа ее преследователей. Да, он с этой целью консультировался с Кадрингером и Фэном. А также узнал много чего интересного по саму Цири от них. Но, скажем так, Кадрингер, в отличие от своего товарища Фэна, который был гораздо более осторожен. И, скажем так, он прекрасно знал, какую сторону надо выбирать Кадрингер. И он, узнав, кто на самом деле Цири такая, решил кинуть ведьмака и играть в свою собственную игру. Правда, это решение стоимо ему жизни. Фактически, в тот же миг, когда он принял такое решение, по его душу и по душу его товарища пришли те, кто преследовал Цири и, скажем так, оборвали их с... Согибнули. Ладно. Ладно. Заодно мы с вами... Ладно. Заодно мы с вами выяснили, что у Реймонда в доме можно и отдыхать, медитировать. Вот. И, слава богу, у него хотя бы за бесплатно. Так, ладно. Начнем, как говорится, с малого. Расскажи мне, как это быть частным детективом. Грязная работа в городе, где и так полно грязи и заговоров. Большую часть времени я шпионю за купцами и богачами, которые изменяют своим женам. Ты не представляешь, на что способны с виду обычные люди. И не буду представлять. Недавно я следил за Мордоном, капитаном стражи Фольтеста, таким крутым мужиком. Слышал о нем? Нет. Я застукал его на конюшне с двумя молоденькими пажами. Ты не поверишь. Хватит с меня. Внимательно тебя слушаю, белый волк. Ну, видимо, Рэймонду не с кем обсудить подробности своей работы. Ну, да, он как бы живой человек, надо с кем-то побазарить. Но, блин, перешвыривать грязное обелье обельможей от Авазима как-то не входит в наши планы. Меня интересуют люди со значками в виде саламандры. Да, я знаю кое-что про этих ребят. Но прежде чем я продолжу, мне хотелось бы знать, почему тебя интересует это дело. Азар-Евед, тебе это имя что-нибудь говорит? Я его уже слышал. А почему ты ищешь Еведа? Скажем так, у моего башмака запланировано свидание с его задницей. Обычно я продаю информацию, но тебе я расскажу кое-что бесплатно. Я уже некоторое время работаю над делом саламандр. У меня есть кое-какая информация. Обратите внимание, как Рэймонд переменился, когда услышал про саламандр, и особенно, когда услышал про Азара-Еведа. Я не стану спойлерить информацию, я просто скажу, что Рэймонд Марлоу, он не так-то просто, как кажется на первый взгляд, и он далеко не обычный сыщик. И что самое главное, к саламандрам у него личные счеты. Личное дело или тебя кто-то нанял? Я рискну и поверю тебе. Когда-то в Изиме жила счастливая пара. Они были заурядными, как рыба в пруду. А еще у них был сын, десяти лет от роду. Однажды отец вернулся домой, но в этот раз любимая собака не встречала его на пороге. Из кухни не доносились ароматы, и не слышно было голоса его сына. Но он ничего не заподозрил, пока не нашел в прихожей свою собаку, которой выстрелили в голову стрелой из тяжелого арбалета. Он не сразу понял, что это его собака. Но потом он нашел свою жену, которую копьем пришпилили к двери кухни. Он обыскал дом в поисках сына, но не нашел ничего. Преступники не оставили следов. Короче говоря, Винсенту Мэйсу пришлось закрыть дело. Свидетелей нет, улик нет. Однако есть одна зацепочка. Полгода спустя в мусоре нашли труп монстра. Глаза у него были, как открытые раны. Грубая, неровная белая кожа, неестественно мускулистое тело. Все уже забыли про убийство и исчезновение. Почти все. Дело в том, что у пропавшего мальчика была особая примета – шесть пальцев на ноге. Об этом знали только родители. У мертвого монстра тоже было шесть пальцев на ноге. С тех пор отец посвятил всю свою жизнь тому, чтобы найти тех, кто уничтожил его семью. Надеюсь, он их найдет. Но вернемся в настоящее. Вот что мне удалось узнать. Возглавляет их Азар Явед, зериканский колдун. Он очень опасный противник, мне никак до него не добраться. У него связи и ресурсы, позволяющие влиять на ситуацию в городе. Знаю я про его способности. Еще что-нибудь? Я думаю, они планируют какую-то масштабную операцию. Возможно, политическую. Золото им нужно лишь для того, чтобы смазывать колеса. Они проводят генетические эксперименты, опасные. У обычных головорезов нет необходимых знаний и средств для этого. Кто работает на Яведа? Есть мысль. Капитан Стражи. Человек, который закрыл расследование и пропадает где-то целыми ночами. Может быть, тебе удастся вытащить из него информацию? Это все? Городская Стража задержала человека, у которого есть важная информация. Стражники? Где? В тюрьме? Да, это наш шанс. Найди способ допросить этого пленника. А пока что узнаю у Стражников все, что сможешь. Нет проблем. Люди очень любят изливать мне душу. Хм. Эта информация может оказаться бесценной. Удачи. Ты знаешь что-нибудь про пленного Саламандру? Возможно, один из лидеров. Но в этом городе Стражники ловят мелюзгу. Крупная рыба не попадает в их сети. Точно мы будем знать, когда ты его допросишь. Посмотрим. Еще одно. Кажется, за тобой следят. Что предлагаешь? Пережди какое-то время здесь. Пусть понервничают. Удиви того, кто хочет удивить тебя. Я уйду в полночь. А ведьмак не спешит. Должно быть, ушел через другой ход. Что ж, не важно. Полагаю, западня расставлена? Полагаю, западня расставлена. Займись делами в купеческом квартале. Делом займется наш лучший агент. Ну что ж, ребята, вы сами напросились. Продолжение следует... так ну чтож как обычно для геральта ситуация стартует сразу с места в карьеру на пока я обожду с объяснениями дать к их обчищу тем более что у них есть чуду собирать бедняк молодец приперся как ни в чем не бывал у сенсов горы по трупов которых только что прибил ведьма здорово че вы зима ладно сейчас мы под заправимся хапчиком и я пожалуй все-таки кое-что объясню слушаем вот это это ну что он зря что ли лежит пусть хоть какую-то пользу ладно в общем конкретно про реймонда ту историю которую нам рассказал на самом деле это я думаю многие поняли наверное но я поясню это история жизни самого реймонда это эта история его семьи его сына и его жены поэтому он взялся за это дело и работать можно сказать абсолютно безвозмездно иртем скорее скорее всего разглядем надежного товарища и того кто наконец-то поможет ему свершить его месть хотя месть конечно до добра не доводит по большей части своей но у реймонда действительно есть на то причина а во вторых то что сейчас произошло это уже скажем так профессор после выхода сделал ответку ответный ход он ведь обещал что они еще встретятся с ведьмаком так оно и случилось но также выяснились и мотивы саламандра хотя бы отчасти то бишь вся эта деятельность по продаже фиштеха по похищению детей это все исключительно ради генетических экспериментов они украли ведьмачьи мутагины для того чтобы самим выводить новые породы мутантов не обязательно ведьмаков просто мутантов которые будут и на их стороне и которые по своим возможностям будут превосходить обычных людей эльфов краснолюдов и неважно кого вот и то что азар евет камду на зериканье моды уже в принципе и так знаем то по зериканье я уже в принципе упоминал что вы ее особо ничего не известно так теперь насчет заданий что у нас там вырисовывается но тут очень много информации у нас которые я опять же не успел проскипать давайте по заданиям пройдемся у нас по и у нас появились дополнительные опции то бишь ведьмачьи секреты я провожу расследование вадиме и следы ведут к зару и веду так это задание у нас уже не отслеживаемая но просто пришло бы сделан глобальных так из и задание секретовой зимы и важный свидетель притара я не знаю не за разработчиками разработчиками были отмечены как отдельно задание но это принципе но это же задание гатра пасад пандеры а это нам в город света нам в городку света то куда он упер пакет то куда он упер пакет так что с бочки примени кстати говоря скажем так по ночам здесь постоянно кто-то бродит я имею ввиду врагов давайте поможем у братухи краснолюду отбить блин братуху краснолюду убили вы не успел и слишком долго мечи в предместьях по ночам нам досаждали в оркестре а здесь саламандры которые вот по ночам в открытую шляются по улицам и сами видите какой беспредел они творят то есть вы сами видите тут было побоище очевидно и убивали уже достаточно много краснолюдов но и мы так сказать не и и не на такие ряды вредили вы зима это такой город где искусство не бывает никогда то саламандры то монстры то бандиты туфу или ногового пол у паука всякой пшивоты здесь хватает вот причем с этим почему-то власти не хотят ничего делать даже не чешут за то как притеснить нелюдей тут всегда пожалуйста на эту них 7 всегда налоги собирать это у них всем тоже всегда хватает а тут по городу шляются убийцы и почему-то единственный ксу дают им отпор как это ни странно это это краснолюды так что стоит еще призадуматься с кем надо иметь дело так несмотря на то что сюда можно зайти особо ничего интересного здесь в принципе нет хотя время от времени здесь респавниться в лидер кстати говоря так давайте ка мы еще немного поедим потому что опять же вступали в схватку и надо нам наш запас здоровья помогать пополнять и освобождать место в инвентаре все специально для этого делается так уж первый раз бывает не срабатывает ладно поехали дальше так естественно там где обретается стража саламандры не водится по вполне понятным причинам так юз ну-ка скотина такая поговори куда-то упер пакет чё вообще-то пакет гони у меня есть пара вопросов спрашивай у меня был сверток он пропал ведьма радуйся что за этот сверток ты второй срок не получил мы его конфисковали и на твоем месте я бы не стал говорить об этом капитану проклятые лоры за что ты говоришь юза не ну вот наберись по храбрости и признайся что я вынюхал твой сверток ё-моё у меня есть пара вопросов спрашивай а ты знаешь что нибудь о саламандре которого поймали даже если бы и знал зачем мне говорить об этом тебе капитан с меня голову с ними может быть мне удастся тебя убедить может порошок поможет вот так вот вот в открытую да серьезно нам на счастье и юзов те времена и не существовали диктофоны ну ладно ходишь порошочку на море от хорошего из тех я никогда не отказываюсь лучше бы тебе когда-нибудь покончить с этой привычкой может быть но явно не сегодня ведьмак да а по нему прямо видно что он хочет закончить с этой привычкой на скорую по полету идет судя по всему у кого вы конфисковали ведьмачий меч талер скупщик краденого он иногда сюда приходит надо же ему как-то зарабатывать на жизнь честно говоря мы с ним неплохо ладим перед тем как мы выпустили профессора талер и винсент разговаривали во дворе скупщик краденного разговаривал с винсентом перед тем как я спустился в канализацию подозрительно это явно непростое совпадение и где мне искать этого талера я отмечу тебе место на карте но не убивай его нам с ним еще дела вести надо знаю какие дела ты с ним собрался вести расскажи мне про этого пленника саламандру но я почти ничего не знаю хотя бы скажи где он наверное я могу тебе сказать его отвезли в лечебнице лебеды спасибо ну хоть и на том спасибо удачного полета юз до встречи погнали у нас есть информация и так опять обновился список квестов в эти глянем так что что у нас тут под обновление попал он так важный свидетель я должен поговорить с пленником который находится в лечебнице так что у нас тут еще появилась а вот подозреваемый талер да это действительно крайне подозрительно что талер разговаривал с винсентом как раз таки перед тем как выпустили профессора но поверьте здесь все далеко не так однозначно как может показаться на первый взгляд так сомнительная дело я должен рассказать кирпичу о том что случилось пакетом то в принципе можно и не рассказывать честно ладно так погнали в лечебницу я думаю от того что ночью на туба он особо переживать не будет если его сейчас допрошу кстати говоря если кто помнит проход в лечебницу у нас закрыт так но я для начала вот соберу траву проход воспрещен я иду внутрь внутри заразные больные я тебе не позволю разносить чуму братан и чтобы делать то так но по-другому у нас туда не пустит сожалению но блин сливать ему все на купленное бабло даже и не знаю дать так поднимем к ставку втрое например окей так а вот мы и в лебеды как и довольно таки мрачное место но обойдите внимание помогите я жить хочу надежды нет ну отбирать лечебницу как как видите местные умирающие отчасти осознают свою бедственное положение так у нас тут кстати говоря алтарь милители которые принимают в отношении виде хатки и мы получили сифироты получили их аж самых четыре штуки не думайте что это просто предмет это нам пригодится потом так что все нормально о собачьи самовы извините меня но я это заберу потому что мне так по квесту необходимо так а здесь у нас что они культ культы и религии мордлинга вените вино вот это вот оставляю хай с ним после работы вам же надо как-то тоже расслабляться давайте-ка почитаем книжку так культы и религии мордлингов стефан киллер среди многочисленных верований мордлингов более всего распространен культ милители богини в трех обличиях девочки женщины и старухи милители богиня мать которая заботится о своих детях молятся ей не только женщины но и мужчины религия это является пережитком матриархата и доказывает слабость нордлингов поскольку народы которые поклоняются богиням не могут должным образом подготовить своих сценарей к войне последующие годы культ милители постепенно вытесняется культом вечного огня заходившимся в новиграде адепты вечного огня известны свои своим фанатизмом и исключительным самопожертвованием религия враждебно ко всем отклонениям включая не людей орден пылающий розы станут боевым кругом культа в книге описаны также другие повирования включая культ львиноголового паука не шибко информативно но как есть насчет культа милителя я бы конечно бы не стал бы утверждать так категорично как этот нильфгардец как а то что книга писана именно нильфгардским автором это видно судя по всему потому что нордингами жители короля севера называют только то вот так ну ладно я думаю об этом поговорим как-нибудь в следующий раз а пока что давайте к основной цели вернемся извини братан но не в этот раз держись подальше от пленника я просто хотел задать пару вопросов тихо он пытается что-то сказать калькштейн он зачем ты пришел сюда пленник потерял сознание убирайся я что-то слышу какой-то шум в коридоре проклятые головорезы их послал могила бандиты могилы блин знаете кто бы мог подумать что именно они нарисуются блин стражи от нас никакого тонку честно говоря но давайте ка их по-быстренькому отберем насколько это возможно вот тут особо богатые есть бандиты видимо могила все таки еще и щедро платит некоторым он платит хапчиком золотом некоторых только карточку ладно довольно таки интересная ситуация вырисовывается узник нам назвал имя калькштейна но каким образом он связан не упоминается более того сюда самую катавасию вмешивается еще и могила ситуация стоит все интереснее интереснее да вообще у нас есть несколько зацепов причем новых это надо обсудить с реймондом да возвращаемся к нему обратно так нам пора это дело становится все интересней и интересней самая настоящая детективная история да но по сути работа ведьмаков может включать в себя и такие вот детективные расследования это очень интересно ну что реймонд встречаем я к тебе с отчетом кстати где ты а походу он спать упер сюда вот он внимательно тебя слушаю белый волк я добрался до пленника он что-нибудь сказал у меня было мало времени на нас напали люди могилы ты уверен странно могила должен быть заинтересован в том чтобы устранить саламандр разве что я о чем-то не знаю и вет мог его запугать или купить это проверить а возвращаясь к пленнику удалось что-нибудь из него вытянуть пленник успел сказать одно слово калькштейн калькштейн да в этом что то есть калькштейн талантливый алхимик он мог принимать участие в экспериментах я встречал его он не похож на преступника знаю но надо проверить все зацепки за работу я наведу справки в городе а ты пока последи за калькштейном завою его доверие узнай все о его планах и секретах чем займемся дальше расследование это как рыбалка необходимо терпение я больше люблю охоту тогда завоюй доверие калькштейна выполнить для него пару заданий узнай что то что его интересует может быть он тебя наймет еще поговори с могилой только не дави характер у него отвратительный важный свидетель задание выполнено вот однако у нас подвинулась другое наше задание давайте с вами посмотрим так что у нас здесь ведьмачьи секреты она по-прежнему изменилась зато секреты в зиму чтобы продвинуться в расследовании мне надо завоевать доверие алхимика короче все дороги в этом случае ведут к калькштейну окей будем будем продвигаться в этом по направлении заодно навестим нашего старого друга вот честно вам скажу заранее калькштейн в этом деле повязан постольку поскольку он он не тянет на того кто мог бы сотрудничать с бандюганами хоть под каким-то предвогом поэтому эту информацию стоит проверить только исключительно спокойствие ради за заодно посмотрим как живет талантливый алхимик и надо признать довольно неплохо живет хавчик золотишко и хавчик шкафу кортик естественным надо как-то тоже себя оборонять да так что он здесь шкафу ингредиенты стеллажи да тут этого явно не хватает так как придется выкинуть в угоду в бухлу она нам всегда пригодна и какой-то неизвестное растение тут него растет о котором мы пока бублики так давайте еще проверим его подземелье точнее подвал так основа алхимии тоже мы читали тут ингредиенты лежат да прям прям самая настоящая зловещая оба готовим но должен признать понятно я понимаю почему сюда рвался это нам точно пригодно поэтому выкидываем карчик и забираем это это нам необходимо однозначно шкаф забираем с собой все тут больше брать нечего но это пока ну что ж пора будить нашего химика крикштейн вставай принимай гостей наконец-то хоть один храбрец откликнулся и никто иной как ведьмак сам геральт мы снова встретились мне снова нужна твоя помощь в чем в этот раз серьезное дело я наткнулся на нечто что может стать сенсацией в алхимии более того это связано с твоей профессии расскажи подробнее извини я задумался так в очередной раз он увлечен какими-то исследованиями явно наполовину он где-то витает в облаках своих научных ванна так давайте-ка пока мы с ним немного поторгуем частности чем с ним торговать то особо нечем так покупать у него действительно больше нечего молнию и так пушка все купили не считая вот важнейших ин 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 ингредиентов для алхимии но пока ладно пока мы с этим папа по времени ты хотел дать мне какую-то работу ведьмак у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей жизни в лесном болоте около старые вы зимы стоит таинственные башни не продолжая знаю эту сказку наверху принцесса внизу дракон спасибо я пас пожалуйста помолчи мне очень нужно твое внимание в легенде говорится что башню построил маг и алхимик никаких принцесс никаких драконов а в чем заключается моя работа маг умер много веков назад и про башню давно забыли сила которая заключена в ней вышла из-под контроля и теперь она уродует существ которые подходят к ней слишком близко короче говоря создает монстров именно я хочу исследовать этот источник ведьмак и написать диссертацию которая обессмертит мое имя у меня появится доступ к секретам которые долгие годы хранились в этой башне к несчастью башни заперта я заплачу тысячу оренов любому кто поможет мне пробраться внутри что сцена вполне подходящая тем более дело наклевывается очень интересно и ладно но мне кажется выполнить это задание будет сложнее чем кажется на первый взгляд посмотрим что я могу сделать если бы задание было простым я не стал бы тратить время и деньги на ведьмака разумеется попасть в лабораторию могущественного мага не просто сначала нам надо собрать подробную информацию об этой башне и откуда мне взять эту информацию рассказы старых людей и болотных жителей легенды но больше все таки стоит верить старым книгам записанная мудрость более надежно какие-нибудь названия ну нам совершенно точно понадобится врата тайны ран санта альвара и старый алхимический трактат айнсов аур я знаю об одном экземпляре врат тайны его владельцем был какой-то краснолюд вторая книга который написал какой-то гном давным давно потеряна найти ее будет непросто при случае ты сможешь испробовать мое последнее изобретение кристалл который связан с местами силы и моей лаборатории он позволит тебе телепортироваться расщепляет твое тело на миллиарды частиц которые переносятся с места на место вне мировой линии в пространстве времени его использую в местах силы этого достаточно и он перенесет меня в твою лабораторию я очень на это надеюсь есть вероятность ошибки но минимальная вот новое задание я должен найти две книги для калькштейна что это легенда о башне на самом деле конечно нифига не легенда это все существует за правду просто информация об этом потерянном веках и скажем так никто из нас вид из свидетелей тех событий уже давным-давно и не не является в общем никого из тех кто эти события видим воочию уже в живых нет поэтому это все пришло в разряд таинственной байки и легенды давайте посмотрим так у нас секреты возимые потухли теперь у нас задание таинственная башни я должен найти две книги для калькштейна это никуда это к антиквару короче говоря надо идти давайте еще кое о чем поговорим извини я задумался как мне попасть на болото выйдешь из западных ворот и дойдешь до дамбы за которой старые вы зима а что потом потом найдешь паром и паромщика который согласится тебя перевести паром ходит в обоих направлениях да рядом с болотом есть маленькая пристань рядом с ней деревня кирпичников спасибо извини я задумался по поводу башни да где мне стоит поискать информ в книг ладно послушай жителей болота во многих случаях народные предания мифы и легенды тоже могут стать ключом к знанию ладно расспросить болотных жителей и найти предание этого мне достаточно извини я задумался но на свой страх и риск я все-таки поговорю снимаю об этом давай поговорим о саламандрах я думаю ты в сговоре с саламандрами что я учу вот и мне интересно почему что тебе нужно что-то пока не знаю у меня пока нет доказательств на самом деле крайне был непродуманный сейчас ход с моей стороны но как бы эта опция возникает диалоги с персонажами которые есть списке подозреваемых но так как у нас кроме слова сказанного узником нету никаких доказательств обвиняйте калькштейна в чем-то скажем так обвинять его в чем-то пока что нельзя поэтому давайте все-таки воспользуемся возможностью отдохнуть отдыхаем до полудня и идем покупать книжку у краснолюза надеюсь баблам не хватит иначе придется идти выполнять задание ну чтож где у нас находится поторгаш книгами мы знаем по одной из прошлых серий давайте обратимся к ним в чем дело мне нужна информация о башне на болотах есть какие-нибудь книги на эту тему посмотрим да в книге альвара врата тайны упоминаются разные магические башни а конкретно об этой башне есть что-нибудь да кажется ее истории он тоже описывает таком случае я ее беру к сожалению у меня ее нет я годами пытался убедить гола на вивальде продать мне книгу но он такой упрямый краснолюд попробуй сам может быть тебе он продаст знаешь еще что то что-то в голове крутилась а наконец вспомнил была еще одна книга об этой башне слушаю тебя внимательно айнсов аур алхимический трактат гномов его трудно найти но один отшельник на болотах может кое-что знать благодарю за совет понятно у нас снова 2 наводки 1 отшельнику на болотах а вторая к вивальде сложнее всего потому что обозленный краснолюду у которого отобрали банк вряд ли будет в хорошем расположении духа чтобы со мной насчет книги разговаривать но попытка не пытка давайте попробуем на для бывшего банкира живет он крайне не солидно прям совсем точнее от слова совсем ладно не будем отбирать у него последний что у него что у него тут осталось а из того что осталось у него в основном бухвой факел что привет тебе краснолет сразу краснолет не успел рта раскрыть и тут же расовый сегрегация как мне тебя называть да как угодно как все в этом проклятом городе у людей есть все у нас нет ничего я не гражданин вы зимы и я не человек да а кто же ты тогда ведьмак мутант в таком случае извини я принял тебя за очередного вы зимского сукина сына я голан вивальди мой кузен из новиграда вимми вивальди как-то встретился с одним ведьмаком тот похоже был специалистом по возврату долгов я геральт приятно познакомиться и я не занимаюсь долгами что привело тебя сюда ведьмак самое интересное то что голан сейчас говорил именно про геральта и как раз таки по те самые события в новиграде когда геральт лютик и низушек по имени бибервельт да и тебе по бибервельт если я правильно помню вляпались в историю с доплером который принял облик этого самого низушка и понадел самую кучу по долгов в банке вивальди да но естественно геральт этого не помню угол она дома тоже можно отдохнуть и так но так либо можно его подбодрить либо сразу книжку у него попробуйте съесть у тебя нет книги врата тайны есть в том что осталось от моей библиотеки но я не горю желанием с ней расставаться я настаиваю тебе же известен закон спроса и предложения на зависываются невидимая рука рынка чтобы я черта брал ладно согласен а у него у него сразу есть у обе книги так стало быть это тайны и очень мне совсем немного не хватает для того чтобы купить так ну давайте попробуем купим это тайны и давайте мы ее прочтем так ворота тайны и старики говорят что дано дано на болотах жил маг дни и ночи он сидел над своими книгами и ретортами говорили что он ищет камень который будет превращать свинец золото родниковую воду в самогон или другими словами камень способный облагораживать любое вещество но боги были недовольны ибо в своей гордыни забрал зону туда где не место смерти и однажды ночью разгозила страшная буря которая до основания разрушила башню кондуна однако тот построил новую башню и наложил на нее особое заклятие чтобы она могла противостоять шторму тогда однажды ночью сама земля возмутилась и повалила башню кондуна он построил еще одну и наложил заклятие о которой не давал на земле повалить теперь ни небо ни земля не могли повредить магу но в один прекрасный день он исчез некоторые говорили что маг взял ученика который привел его к такому концу другие же во всем винили женщину а третье утверждали что создание самого волшебника стали против него как бы то ни было башня заперта хранит свои тайны а что в ней скрывается того никто не знает так нам нужно еще одна книжка поэтому давайте пойдем по торговцам и попробуем с ними поторговать деньги нам нужны это говоришь на куртку я довольно долго не накоплю ладно давайте сначала к этому антиквару продадим ему те книжки которые у меня есть если конечно он согласится он согласен конечно да а мне все равно не хватает немного так давайте пройдемся по и держи харчик есть забирай абсолютно все мне теперь хватает сейчас я буду как говорится полностью с пустыми карманами почти так забираем последнюю книжку которая нам нужна не 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 то не то подожди блин выбрал не ту опцию поспешил чтобы у тебя я нас так все отлично теперь у нас есть обе книженцы почитаем и и а инсов аур 10 ключевых элементов мира 10 краеугольных камней из них все возникло ищущий да откроет глаза вспомнит и обрящен если парень конечно почитал мудрости имеет тот кто знает твой путь спроси его и он поделится мудростью имеющий власть над богатствами несметными обладает даром сострадания в сердце твоем нет любви и и это имеет кто милосердие знает и любить способна вспомни если если бы ты слеп темная опасно тут по дорогой из рабства в царство заветное богиня в трех обличьях девственница мать старуха три лица три благодати понимание сила слава ценой жертвы и молитвы основа в пропасти укрыта не соблазнись ложными огнями смерть победив ты награду получишь победу можно добыть лишь борьбе с ее стража тот кто лабиринтами тайн проведет одарит тебя по корону и понимание в конце по дороге свои знания ты обретешь и постигнешь откроется тебе то что замкун до прежде было эти десять имен суть мудрость хохма понимание бина любовь хесет сострадание этиферет сила гура по победа на цах слава от основа и сот так царство мальхут по корона китер что ж мы добавили всю информацию и кстати говоря обойдите внимание на название этих камешков которые мы с вами там собирали мальхут от бина гвура теперь я думаю вы понимаете что мы не неспасно собирали все эти сефироты эти сефироты как раз таки нам понадобятся для того чтобы открыть проход к этой самой башне спасибо тебе гоман то очень сильно нам помог огромное тебе спасибо надеюсь тебе удастся вернуть свои имущества дело не только в золоте этот банк принадлежал моей семье на протяжении поколений а сейчас принадлежит какому-то необразованному человечешки ааа пустая трата слов и вы люди еще смеете называть это законом и справедливостью ну как уже гераль сказал он не человек он мутант ведьмак и скажем так он не разделяет этих варварских методов присвоения чужого имущества но все равно все таки очень жаль что гоман вивальди потерял это самый филиал который был доверен ему и его семьей очень жаль ладно у нас появилась возможность прокачать наши таланты давайте-ка посмотрим что у нас тут можно прокачать так пока серебряные таланты нам не падают к великому сожалению боль плюс 30 действует только если у противника осталось менее 25 процентов отлично так быстрые приемы сталь уровень 2 так и больше 15 отлично амхимия сварить можем из такого действительно ну вот давайте кошку масло падальщиков и масло от призраков сойдет так отдыхаем еще один час и тащимся к колькштейну с отчетом надо это дело сегодня забить так ну что ж мир этому дому идем к другому благо тут недалеко идти так а колькштейн это понимаешь еще в своем подвале сидит он хоть бы иногда на свет выходил что ли или ему света там в предместе хоть и долго это лучше по поводу башни да у меня есть новая информация про башню говори быстрее устраивайся поудобнее до того как построить эту башню маг возвел две другие но они рухнули с третьей все получилось и она стала его домом и лабораторией это я знал и без тебя и что это все маг жил в этой башне пока не исчез скорее всего он мертв он пытался оживлять неодушевленно и создавал глиняных големов которые ему служили но не были венцом его творения да это совпадает с легендами о страже башни есть еще кое-что хотя я не очень понимаю эту часть я узнал что есть 10 краеугольных камней которые представляют элементы и нити судьбы от которых произошло все сущее значит старые свитки не врут сифироты мне стоило догадаться я знал что тебе это понравится в одной книге есть туманные указания где искать камни мы должны найти все 10 сифиротов к счастью один из них у меня есть мое сокровище хохма камень мудрости думаю ты хочешь чтобы я нашел остальные девять камней да около башни есть кольцо каменных обелисков когда у тебя будут все десять сифиротов положи их на обелиски мы так близки какой это будет прорыв я утру нос этим запшелым профессорам в оксенфурте я их уничтожу калькштейн уймись прежде чем начнешь свою интеллектуальную бойню я должен найти эти проклятые камни а я понятия не имею где их искать информация в книгах мягко говоря расплывчатая извини замечтался ты можешь показать мне эти книги я напишу тебе все что знаю хорошо а так отлично у нас у нас есть еще один сифирот и так сколько у нас таких раз два три четыре пять больше у нас пока нет еще пять осталось найти отлично так ну что ж теперь у нас есть за задание искать эти самые сифироты да и следующий из них ведет собственно говоря к дамбе но у нас с вами еще осталось миссия поговорить поговорить с реймондом отлично давайте поговорим с реймондом и я думаю серию можно будет на этом завершать по всем признакам калькштейн совершенно не похож на того кто мог бы выйти в сговоре саламандрами это принципе уже сказал я повторю это и сейчас вообще на самом деле не стоит поторопиться с выполнением квестов по разговору с подозреваемыми до определенного момента времени и объясню до какого оба на здрасте приехали ты 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 я тебя убью я тебя убью ты 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 спасибо геральт ты спас мне жизнь эти негодяи поймали меня знали что я иду по их следу кто что случилось саламандры я был всего в шаге от разгадки в одном только шаги успокойся реймонд теперь ты в безопасности ничего подобного они идут по моему следу день и ночь нужно перехитрить их и что же мы будем делать я поведу их на ложный след а ты допросишь двух новых подозреваемых кого вот возьми эти заметки я там записал всех главных подозреваемых и все следы а ты что собираешься делать они идут за мной по пятам мне надо исчезнуть я отвлеку их внимание так что тебе одному пока придется справляться со следствием я тебя найду белый волк простая дедуга а ситуация обостряется по ходу саламандр пронюхали что реймонд на пару с ведьмаком нащупали их не следы и забеспокоились раз они осмелились явиться в домах детективы и попробовали убить его так ситуация смотрится более чем интересно так что у нас там по я должен допросить всех подозреваемых начну с магии так ну чтож на этом не думаю можно и закончить сегодняшнюю серию у нас дорога с вами лежит в дамбе дело в том что хоть у нас и появилось задание по опросу подозреваемых и после того как реймонд ушел нам потребуется еще и и опросить могилу я этого делать пока что не буду я займусь заданием со стороны колькштейн и в следующей серии я постараюсь объяснить почему а затем давайте на сегодня серию завершать если вам серия понравилась то вы знаете как поддержать это поставить пальцы ну и также продолжайте следить за обновлениями на канале стримы и и различные прохождения не только от меня но и от участников нашего сообщества будут периодически появляться здесь самое главное не прекращайте следить за этим ну а затем позвольте откланяться поговорим и показываем ернам у микрофона магнистр синестер всем спасибо за внимание всем удачи и всем пока спасибо